Мои поиски лучшего звука среди больших беспроводных колонок с ручкой для переноски привели меня сначала к Tronsmart Bank Max за 200 баксов Но нужно же с чем-то сравнить, так же неинтересно Поэтому я раздобыл еще Trebit Stormbox Blast за 260 долларов Звук тут уже был сильно поинтереснее, более детальный и качественный Но все равно чего-то не хватает А не хватает, конечно же, JBL Ведь эта категория портативных колонок и затраты на покупку JBL Boombox 3 были просто неизбежны И, друзья, это обзор на JBL Boombox 3 И пока что мой финал истории с вот такими большими беспроводными колонками Итак, JBL Boombox 3 королева всех больших портативных колонок с ручкой для переноски Водя не тонет, в огне, к сожалению, горит, но выдает 136 ватт суммарно и действительно качественный для портативной колонки звук 24 часа автономности, есть фирменное приложение, а еще колонка красивая, крепкая и удобная Средняя цена сейчас составляет 350 долларов Ну а ссылочка, где я покупал эту модель, будет в описании, поэтому обязательно переходите, если будет актуальна покупка Неужели JBL Boombox 3 идеальная? Ну, конечно же, не, друзья Свои минусы здесь тоже имеются И в этом кратком обзоре на Boombox 3 я расскажу Стоит ли вообще давать 350 долларов за Boombox 3? И что вы получите за эти деньги? А может, все-таки лучше взять конкурента от Tronsmart или Trebit? Да еще и сэкономить? А может быть, вообще стоит взять колонку поменьше, тот же JBL Extreme 4, на который я скоро сделаю обзор? Либо Flip 5, на который уже был обзор, ссылочка будет в описании Но может, вообще лучше не париться и взять малютки Go 4 и Clip 5? В общем, друзья, будем с этим всем разбираться Но меня зовут Владимир Попазов, это канал MyChuse Обязательно подписывайся на этот канал, ведь здесь я и мои единомышленники Мы рассказываем про хороший звук, про новые наушники, про новые колоночки И в целом новинки в мире аудиотехники Итак, друзья, начнем с главного За звук у нас отвечает 1,60-ваттный RMS сабвуфер 2,30-ваттных RMS среднечастотных динамика И 2,8-ваттных твиттера По бокам у нас 2 пассивных излучателя Суммарно в режиме питания от батареи мы имеем 136 Вт суммарно Если подключить колонку к сети, то она будет играть громче И мы получим 180 Вт На борту у нас Bluetooth версии 5.3 Из кодеков только стандартный SBC По сцене, деталям и натуральности здесь все очень хорошо Детализация отличная, слышны все дополнительные партии Сцена шире колонки Партии разделяются хорошо, инструменты не смешиваются Натуральность тоже шикарная Четко слышны тембры, бас-гитары, шейкеры, железо Все звучит натурально Особенно мне понравилось, как звучат вокалы По частотке здесь общая картина смещена в сторону баса Что, в принципе, классическая картина для джибель Но низа здесь преобладает и не забивает остальные частоты Они напористые, объемные, увесистые и упругие В общем, тут фирмовый качественный бас от джибель Средние частоты отыгрывают прозрачно и замечательно Голоса слышно отлично Два 30-ваттных среднечастотника справляются на ура Высокие частоты здесь особенно крутые Не песочат и натуральные И это большая ценность для портативных колонок Есть тут и подключение по кабелю 3,5 мм Звук при подключении не меняется никак Звук в играх и фильмах отличный С нужным количеством низа и верха Задержка небольшая, играть будет комфортно по беспроводу Но при просмотре фильмов я рекомендую ставить колоночку Boombox назад Как в кинотеатре Эффект получается довольно прикольный Вывод по звучанию Джибель Boombox 3 это действительно королева Среди вот таких больших портативных колонок с ручкой для переноски И это, друзья, лучшая беспроводная колонка до 500 долларов по версии MyChoose Звучание на 10 из 10 Джибель Boombox 3 это из разряда Купил и получил все и сразу Кстати говоря, есть версия Wi-Fi вот такой колонки Которая стоит на 150 долларов дороже Отличие в том, что в колонке есть объемное звучание 3D Dolby Atmos Нет Джибель Party Boost, то есть объединение колонок вместе Чтобы они звучали синхронно И есть подключение по Wi-Fi А значит, по Wi-Fi мы сможем слушать музыку через AirPlay, Chromecast, Spotify Connect и прочие стриминговые функции Итак, друзья, сравнение века В принципе, главные конкуренты Давайте послушаем все колонки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Итак, если кратко говоря Tronsmart Bank Max это 8 из 10 Это низкочастотный звук с малой сценой Раздутенький, средний по детализации и передачи тембров Подойдет для любителей низких частот и басхедов Tribbit Stormbox Blast это 9 из 10 Звучание практически ничем не уступает по низким и средним Boombox Хотя верха здесь чуть менее натуральные Особенно понравился здесь режим X-Bass Он добавляет низа, это полезно в некоторых жанрах, в некоторых композициях, но не всегда Сцена здесь небольшая, но больше, чем у Tronsmart Меньше, чем у JBL Детализация и натуральность отличная На уровне JBL передача тембров тоже отличная Ну и перейдем, наконец, к JBL Здесь самый сбалансированный звук из всех трех колонок Умеренный бас, отчетливая середина, приятные верха, которые не маскируются за остальными частотами Есть сцена, которая больше, чем и у Tribbit, и у Tronsmart Хорошая детализация и натуральная передача тембров Итак, друзья, вывод такой Если вам нравятся низкие частоты и вы хотите сэкономить, то ваш выбор Tronsmart Это шикарный вариант за свои деньги Отдельно можно подключать флешку, гитару, микрофоны В общем, такая полуконцертная колонка и бюджет Если у вас есть возможность добавить еще 60 долларов То обязательно сделайте это и возьмите все-таки Tribbit Stormbox Plast Здесь классный умеренный бас, сбалансированное детальное звучание И звук в ней мне понравился больше, чем в Tronsmart В чем-то, в каких-то деталях мне даже звук в Tribbit понравился больше, чем у JBL Например, в детальности и умеренности низких частот в спокойных жанрах Но если у вас есть возможность отдать за портативную колонку вот такую вот с ручкой 350 долларов То JBL Boombox 3 выдает самое сбалансированное звучание, самое кайфовое из всех В общем, звук здесь более низкочастотный, чем в Tribbit, но менее низкочастотный, чем в Tronsmart Это золотая середина Средние частоты здесь отыгрывают прозрачно и замечательно Особенно крутые высокие частоты, не песочат и очень натуральные Это, кстати, большая особенность и ценность среди беспроводных портативных колонок Детальность отличная, передача тембров тоже шикарная Здесь слышны практически все дополнительные партии И, пожалуй, самая крупная сцена, как я уже и сказал, среди трех колонок JBL Boombox 3 из разряда купил себе колонку, получил все и сразу, кайфуешь и все По функционалу, друзья Bluetooth подключение стабильное, прерывания и заиканий не было Автономность составляет 24 часа, это при громкости 50% Эту цифру можно смело делить на 2 или даже больше, если вы будете слушать колонку на громкости 80-100% Но это прям очень громко, это точно не дома И 50% хватает с лихвой За неделю тестирования я так и не смог высадить колонку в ноль Есть световой индикатор с пятью положениями в виде полосы Который показывает при включении колонки, сколько еще осталось заряда Время зарядки колонки долгое, 6,5 часа Быстрая зарядка здесь не заявлена Автовыключение после бездействия есть, но никак не настраивается в приложении Есть функция Powerbank Можно зарядить телефон или другое устройство с помощью колонки через разъем USB-A за резиновой заглушкой сзади Что касается управления, оно здесь удобное и простое Но единственное, нет переключения трека назад А подсветка умеет только клавиши включить и выключить плюс сопряжение по Bluetooth То есть, которое по центру Схема управления вот такая Приложение JBL Portable Его можно скачать для Android и iOS Ссылочки будут в описании Единственная польза от этого приложения Это трехполосный эквалайзер плюс обновление прошивки И приложение меня немножко расстроило Потому что за два года, колонка вышла 8 сентября 2022 года Можно было бы обновить приложуху и добавить полезности Например, в Trebit целых 7 полезных пресетов эквалайзера и целых 9 полос для настройки своего Управление автоотключением, есть сброс до заводских В Tronsmart тоже 6 пресетов эквалайзера и 5 полос для настройки своего Ну а в JBL можно только посмотреть заряд Объединить колонки в стереопару Прочитать руководство Настроить включение и выключение начального сигнала И зайти в функцию AirPlay Но из важного, в JBL есть мультипоинт, а у конкурентов его нет Ну, ребят, перейдем к конструкции И главная особенность конструкции JBL Boombox 3 В том, что она имеет степень защиты от пыли и влаги IP67 То есть ее можно погружать в воду до 1 метра и до 30 минут Как вы могли видеть в начале видео, проверял я В озере работает как новое после погружения Правда, просыхает она часика 3 и то летом Конечно же, я понятия не имею, в каком сценарии это может понадобиться Но, к примеру, оставив колонку возле бассейна и попивая свой джуус Вы можете не волноваться, что она упадет в воду и испортится В остальном, колонка выполнена из аудиоткани, ручка из металла, по бокам матовая пластмасса Надпись JBL из пластика Колонки прорезинены, под ручкой и на днище колонки есть удобные резиновые полоски Которые добавляют удобство для переноски и устойчивости колонки Сзади за резиновой заглушкой 3 разъема Вход для зарядки самой колонки Выход для зарядки смартфонов USB-A И вход 3-5 мм для прослушивания колонки по кабелю Внешний вид колонки JBL шикарный Все стильно и минималистично За 2 года дизайн не потерял свою актуальность Колонка доступна в двух цветах, черный и хаки Что касается комфорта конструкции, то комфорт он средний Колонка весит 6,7 кг И на первый взгляд это не особо-то и много Но когда вы берете колонку в руку и несете там примерно хотя бы на 500 метров То этот вес начинает ощущаться Точно не для женских рук и точно не для людей, которые забили на спорт Размеры колонки вот такие, что немало И колонка самая крупная и тяжелая среди конкурентов Характеристики вот такие, комплектация вот такая У нас тут идет инструкция плюс кабель для зарядки Итог, друзья Стоит ли отдавать за JBL Boombox 3 350 долларов? И что вы получаете за эти деньги? Если у вас есть возможность потратить на колонку 350 долларов, то обязательно стоит купить JBL Boombox 3 Главное, что вы получаете это наилучшее звучание за свои деньги среди портативных моделей Также вы получаете стильный и крепкий корпус Удобное управление и приложение с эквалайзером Из главных минусов здесь колонка действительно тяжелая Но в принципе это особенность вот такого форм-фактора Они все нелегкие Приложение не особенно функциональное и нет переключения трека назад Но может лучше взять все-таки Tronsmart или Trebit и сэкономить? Опять же, имея бюджет 350 долларов, я очень рекомендую вам взять именно JBL Boombox 3 Но если ваш бюджет 250 долларов плюс-минус, то берите Trebit Если ваш бюджет в районе 200 баксов, то берите Trons... Нет, добавьте 50 долларов и возьмите Trebit Не пожалейте И последний вопрос, который меня тоже интересовал А может вообще лучше взять колоночку поменьше Например, JBL Extreme 4, JBL Flip 5 или малютки Go 4 и Clip 5 Итак, друзья, JBL Boombox 3 Это мощная и очень громкая колонка Но она еще имеет более качественное звучание на фоне вот этих моделей Благодаря пяти излучателям под капотом И они гораздо большего диаметра, чем в том же Extreme, чем в той же Flip И особенно в малютках Go и Clip Boombox имеет смысл брать, если вы будете воспроизводить звук на большую компанию Или большую площадь Например, на тусовку от 5 человек и условных 100 метров квадратных Но и в домашних условиях на неполной громкости слушать колонку очень кайфово Особенно кайфово слушать на улице, потому что громкости хватает с лихвой Если вы берете колонку преимущественно для домашнего прослушивания На рыбалку, куда-нибудь в небольшую компанию или тусовку на шашлыки То JBL Extreme 4, которая стоит 300 баксов, ее тоже хватает с лихвой И купить такую колоночку тоже неплохая идея, сэкономив условные 50 долларов Если вам не нужна такая большая мощность JBL Boombox 3 и вы немного готовы пожертвовать качеством звука То Xtreme 4 отличный вариант По крайней мере, ее уже реально поместить в рюкзак А также есть ремешок для переноски Если вы выбираете колонку сугубо для себя, для маленькой компании условно до 4 человек И вам не нужно прям устраивать тусовки То JBL Flip 5 это отличный вариант Плюс еще вы хорошо сэкономите Flip 5 очень удобная в плане переноски Легко помещается в рюкзак Обзорчик смотрите в описании Ну а если вы ищете малютку, такую как Go 4 или Clip 5 То эти колонки смогут воспроизвести ваши любимые треки в любых условиях Дома, на улице и так далее Вы не будете мешать другим И получите в принципе хорошее достойное звучание Лучше чем со смартфона И громче, что главное Вот такой получился обзор, друзья Ставьте лайк обязательно Пишите комментарий, как вам эти колонки JBL На вот эти я выпишу обзор скоро Ну и подписывайтесь на MyChews, хорошего вам звука И увидимся